На перегонке с электровозом жители улицы Пензенский мост в Рузаевке добираются до города пешком по железнодорожному мосту через речку. Это очень опасный путь, но другого выхода с пригородной зоны у людей нет. Ответственные не хотят замечать такого положения дел, видимо, ждут очередной трагедии. Людмила Кусерова и Александр Данилов на себе испытали, как страшно идти по шпалам, и предлагают рузаевским чиновникам почувствовать эти непередаваемые ощущения. Каждый день жители Рузаевской окраины вынуждены ступать на очень опасный путь. Железнодорожный мост через речку Инсар – единственная дорога отсюда в город. По-другому до магазинов, больниц и школ, которых в этом пригороде нет, не добраться. Конечно, страшно, а если сейчас поезд поедет, вот куда-то ребенок, у меня ребенок перепугается, орать, начнет визжать. Страшно, конечно. Вместо расписания автобусов они внимательно следят за графиком движения поездов, потому что нужно успеть за интервал перейти через опасный участок дороги. Особенно страшно зимой, когда мамы с колясками и маленькими детьми и школьники с тяжелыми ранцами идут здесь в темноте и рискуют либо упасть с моста, либо попасть под поезд. Идем на пергонке с электровозом. Кто вперед успеет, чтобы не попасть под поезд. Это вот сейчас летом, а зимой, зимой снега. И вот мы идем на пергонке с электровозом. Почти два километра до ближайшей остановки и на всем их протяжении ночью не горит ни один фонарь. С одной стороны река, с другой бетонной опоры, сверху постоянно грохочут поезда. И это не какая-нибудь заброшенная богом деревенька, и не техническая станция, это пригород Рузаевки, города железнодорожников, улица со странным названием Пензенский. В таких условиях люди живут уже несколько лет. Несколько десятков семей здесь ведут борьбу за существование власти города железнодорожников. Не обращают внимания на то, что люди живут без коммуникации дороги и электрического освещения. Нам говорят, что на вам дорогу провести, вас легче снести. И опять подходим к тому, что дорогу не делают вас снести легче, сносить неизвестно в каком году и когда вообще будут ли нас сносить. Я и в Саранск ездила, обращалась к министру ЖКХ, там тоже такой же ответ дают. Не знаем. Не сносят и не создают условия для безопасной жизни. Когда-то эти дома принадлежали РЖД, служебное жилье для тех, кто работал на железной дороге. Потом фонд перешел на баланс Рузаевки. И начались проблемы. Ни воды, ни света, мусор не вывозился, дорога не чистилась. Да она и сейчас в таком состоянии, что ни одна специальная техника не проедет. Обещали дорогу устроить. И здесь устроить нам автобусную остановку. Даже самые малые туалеты, разваленные, писали, ой, сколько этих заявлений. Ни одного. Приедем, сделаем. Лет пять-шесть никаких туалетов, никаких помоек, ничего не убирают. Только обещание. А платить мы платили за это. Мы связались с главой Рузаевской администрации. Юрий Романов по телефону рассказал, что эту улицу точно будут сносить. Случится это в ближайшее время. Автобусы туда не пустят из-за плохой узкой дороги. И жителям нужно еще немного потерпеть. Не знаю, как сказать, но надо чуть-чуть потерпеть. Просьба просто, исключительно потерпеть. И единственное, что все-таки ребятишек надо сопровождать родителям, чтобы они действительно по шпалам не ходили. Готов еще раз с ними встретиться в полудомном месте. Если какие-то здравые предложения есть, значит, будем их как-то рассматривать и принимать по ним решения. Главное, чтобы за то время, пока эти люди будут терпеть смертельно опасные неудобства, не случилась трагедия. Иначе в том, кто виноват и почему сюда не ходят автобусы, будут разбираться совсем другие органы. И тогда оправдания уже будут бесполезны. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Рузаевка.